Это канал GbyG, и мы продолжаем проходить Phoenix Point, это уже седьмая часть. Собственно, в этой главе, я думаю, что нам пора бы уже как-то пробежаться по всей вот этой хрени. Тут еще захват и изоляция пандаранов, то есть, видите, у меня исследование. Я как бы специально оставил вот это дело, вот этот слот, в случае, если там надо будет какую-то камеру строить для них. Итак, поехали. Сейчас по-хорошему надо еще пробежаться, возможно, я найду каких-то дельных бойцов. Это не то. Здесь вот еще, обратите внимание, есть какой-то особенный боец. Сейчас мы, собственно, информация о базе. Так, состав. Я кого-то выложу, собственно. Думаю, даже всех выложу. Я сейчас просто-напросто пробегусь по локациям, соберу еще один стак. Надо, я думаю, что еще собрать шесть бойцов. Стоп, стоп, кого атакуют? Нихуя себе, где их аж атакуют? Блядь. Я вообще туда никак не успеваю, просто никак. Так, берем еще одного техника, собственно говоря. Еще одного лазутчика. Так. Настройки демократии. Спартак. Наши оперативники установили контакт с убежищем Спартак, которое вступило в ряды Синедриона относительно недавно. В настоящее время жители убежища Спартак заняты тем, что перераспределяют, перестраивают старое здание заседания Совета в новое, которое лучше подойдет для заседаний полноценного демократического собрания. Им нужны стройматериалы, поэтому они просят нас обменяться с ними на лишнее оборудование. Так, хорошо. Информация об убежище. Берем бойца. Это еще один вот этот стелсер. И что у нас здесь? У нас недостаточно ресурсов. Соб, чего у меня не хватает? У меня не хватает еды. Эту еду мы можем поменять, в принципе. Блин. Это плохо, ребят, в принципе, да? Вообще, я думаю, что новое пати надо делать чисто из вот этих классных бойцов. Собственно, я думаю, что мне надо информация о базе. Так. Состав. Мне надо вот где этот челик. Вот этот вот. Его по-хорошему надо уволить. Сейчас мы с него все скинем. Как бы у него класс обычного лоха, грубо говоря. Так, да? Тут зажигательная граната какая-то. Все. Как его уволить? Теперь вопрос. Что это такое? А, это типа можно сделать из него нормального пацана, из девочки сделать мужика. Собственно, нормально. Так, хорошо. Как тебя уволить? Уволить. Состав. Где он? Где он вообще, блядь? Так, ты выходи. Ты выходи. Кстати, что у вас по скилам? Так, ладно. Ты что-то не очень прикольное, я бы так сказал это, да? А ты что? Угу. 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 Тяжелое оружие, бомбардир, силач. Собственно, ребят, если вот это все вкачать, у него точности не будет вообще. Но если ему поставить какое-то РПГ со сплэшем, это будет, ну, настолько охеренно, да? Что это просто не передать. Это будет реально круто. Вот этот чувак будет реально неплохо тащить, с учетом того, что он еще и неплохой хилер. Если его одеть, в принципе, в супертяжелую броню какую-то, как есть у тяжа, да? То он будет неплохо себя показывать. Так. Где вот этот вот? Отмена. Как, как, как от тебя избавиться, блядь? Я ни, ни хуя не пойму, как от тебя избавиться, блядь. Может, его просто взять с собой и слить, я не знаю, ну, у меня других, в принципе, вариантов нету, как, как, блядь, его просто-напросто выкинуть из пати. Блядь, ну, правая кнопка, она просто сворачивает, я не знаю, состав. Что с тобой сделать, как тебя, как от тебя избавиться, скажи мне, пожалуйста. Ну, блядь, их что, увольнять нельзя? Я что-то не могу понять, что это за хуйня, блядь. Реально, ребят, я не вижу кнопки, блядь, избавиться от этого чела. Это мне надо его взять по-хорошему. Ладно, мы делаем по-другому. Заходи на корабль. Так, куда мы летим? Куда мы летим, блядь? Где здесь война? Где здесь война, блядь? Что там? Что там? Наши оперативники прибыли в убежище Нового Ирхона под названием Форт Фрайхейт. Похоже, люди здесь оплакивают погибших после столкновения с одной из фракций. Командующий Гусенс обвиняет Синедрион до конца непонятно, что здесь случилось на самом деле. По всей видимости, ночью у ворот убежища произошла перестрелка. Люди в форме Синедриона украли несколько ящиков запасами. Во время нападения погибли несколько солдат Нового Ирхона, в том числе и племянник командира. Давайте так, дадим им провиант, собственно, вкусним, что называется. Хотя он мне супер нужен, я бы так сказал, да? Мне надо сейчас найти какой-то замес, ребят. Ну, бантикор. Внушительное судно бантикора приземлилось на заброшенной военной базе этого места нет на старых картах. И в базах данных, похоже, использовали для подготовки какого-то отряда специального назначения, направленного на борьбу с захватчиками. Здесь много оборудования, которое мы можем использовать. Отлично. Вот, собственно, чтобы захватить Пандарана, нужно взять нейтрализатор, подойти к врагу и атаковать его, пока он не будет парализован. Когда значение паралича больше значения силы цели, тогда враг становится парализованным, по окончанию здания будет захвачен. Цель будет терять по одному очку паралича заход, поэтому возможности дайте цели прийти в себя. Нейтрализация частей тела врага уменьшает его общую силу и упрощает его захват. Для оснащения солдата нейтрализатором требуется их производство, а захвата Пандарана нужно построить на базе изолятор. Собственно, все отлично, база, но мы строим изолятор. Изолятор, верно, да? Так, роскошь уничтоженного мира, местности разведки. Наши оперативники обнаружили роскошные подземные бурки. Сооружение настолько экзотическое, что сложно поверить в его существование. Здесь есть несколько бассейнов, тренажерный зал, сауна, кинотеатр и даже отдельная комната для развлечений с виртуальной реальностью. Чего здесь не хватает, так это людей. В этом мрачном несчастном мире редкое удается развлечься, но недолгий уход реальности всем пойдет на пользу, сталкиваясь с безжизненными последствиями, которые влечет за собой пандавирус. Наши оперативники прикладывают изо всех сил, ну, здесь ошибка, прикладывают, наверное, все силы, стараются сохранить свое душевное равновесие, именно фильмы, игры помогают им забыть об увиденном ужасе хотя бы ненадолго. Ну, что ж, берем это все дело. Блядь, почему они их атакуют на другом краю карты просто? Вот, начать задание, все. Отправить моего жесткого... По факту я сделал ошибку в плане того, что взял вот это вот оборудование себе, мне ровным счетом не дали ни хера, да? То есть, я думаю, что лучше было бы его отправить к какой-то фракции, чтобы, скажем так, с ними как-то получше подружиться. Ну, что поделать. Сейчас, по-хорошему, мне надо взять, наверное, новый самолет, да? И, собственно, с новым самолетом уже пытаться как-то что-то это дело разруливать. Какая-то долгая загрузка, я не знаю, может, потому что я запустил только игру, там. Тут еще локация какая-то огромная или что-то типа того. Топи, дружок! Замечен враг. Это не страшно, не бойся. Ты здесь как раз для того, чтобы заметить врага. Полная херь, на самом деле. Ну, это реально полная херь, ребят. Эй, не ломай ресурсы. Ломай человека, блядь. Что за херь? Почему их там столько? Ладно, топим туда. Ребят, я сейчас хочу собрать новую пачку, построить еще один корабль. И я думаю, что мы начнем как-то более оперативно это все путешествовать и защищать. То есть... Ладно, давай, беги сюда. Наконец-то ты додумался, что надо убить этого человека. Отлично. Вообще красавчик. Вот так бы и сразу, блядь. Все, отлично. Я надеюсь, что корабль... Я элементарно не смогу нихуя сделать. Это просто сразу проеб. Поэтому я думаю, что все-таки все будет окей. В смысле, я проебал все ресурсы, которые были на этой местности? Блин, я не знал, что такая фишечка там есть. Это плохо. Это, ребят, супер плохо, но теперь вы об этой хуйне знаете. Как говорится, если... Производство, надо еще машины. Давайте еще. Нихуя себе оно стоит. Это просто пиздец. Вставить предмет на лом. А, вот, здесь можно сдать вот это вот хрень. То, что, собственно, мне уже не надо, да? Так. Так, милосердие. Я думаю, это... Ну, неплохо так, кстати, там наваливаю, да? За это. Еще один бульдог у нас есть. Что это? Молоток. Урон 140. Оглушение. Все дела. Ну, я... Как помните, ребят, я лупил по этому челу. И никого там... Оглушение даже, блин. Лиска не было. Да, окей. Все. Все, мы сдали на лом. Эту всю хрень. Так. Осколочная граната. Блин, сколько тут всего добавили? Это просто не может не радовать, на самом деле. Так. Собственно, что... Окей, ладно. Садимся в самолет. И полетели. Я думаю, что надо произвести еще одну вот эту мантикору. Другого варианта у меня просто нету, да? То есть... Потому что надо еще одну пачку делать. Так. Хорошо. Сейчас мы укомплектуем. Мантикора. Мантикора. Окей. Так. Это уже неплохо. Так. Ты. Мантикора. Ты мантикора. Ты мантикора. Так. Раз, два, три. Раз, два, три. Все. Все. Все готово. Так. Хорошо. Я могу туда долететь? Я же лечу туда или не лечу? Я же лечу. Я же лечу. Я же лечу. Так. Тех доблесть губит, кто не возносит грех. Местность разведки. Координаты, указанные в записах Саймса, привели наших оперативников к небольшому заброшенному лагерю высоко в горах. За этим находится вход в пещеру. В пещере находится труп мужчины кавказской национальности. Человека, в чем в нем трудно познать, так как он зарос желтыми пожухлыми листьями, простирающимися прямо сморщенной кожей. Это что, он в дерево превращается? В рюкзаке на полу лежат выцвевшие фотографии, разбросанные сосуды с образцами. Кажется, Саймс взял то, чего ему было нужно. Но даже того, что осталось, достаточно, чтобы кардинально изменить наше понимание о биологической истории этой планеты. Наш анализ листьев, растущих из организма, показывает, что он содержит следы пандавируса. Но другого, еще более древнего шрама, это окутанные. Открытие требует дальнейшего детального изучения. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Понятно, хорошо. Давайте теперь втопим сюда. И, кстати, реально много вот этих вот... Итак, яйцо промывателя. Оболочка особи оказалась достаточно прочной. Способность противостоять огню, кислоте, оружию малых калибров. Яйцо содержит различные нити ДНК животных и растений. На данный момент установлено, что яйца действуют больше как биологический стаз, который удерживает промывателя в стадии неактивности, но не является коконом для роста и инкубации. Токсичный точный механизм, по которому особь появляется и развивается, остается неизвестным. Дополнительные сведения. Полевые доклады показывают на то, что яйца промывателя реагируют на присутствие человека. Механических приспособлений, запуская процесс вылупления, а также приближение к ним чужеродных объектов. Наши оперативники обнаружили криогенную лабораторию, помязанную Антуис Саймом. В своих записях, судя по всему, он был правительственный объект, возможно, секретный. Насколько мы можем судить, Саймс приехал сюда, чтобы изучать образцы, собранные в 1960-х годах. К сожалению, объект был захвачен и теперь является базой для отряда налетчиков. Хорошо. Так, что ты у нас? Отправляемся. Отправляемся, собственно. Человек, да, есть. Надо еще, собственно, собрать пару человек и этим стаком уже можно как-то что-то делать. Ну что, они сразу, собственно, идут со своей броней. Так, это мы дело пропускаем. Нам неинтересно, что это такое. А ты ж не встанешь, правильно? Ладно. Так, в принципе, стоп. Мне сказали, что здесь мы воюем против людей, поэтому я думаю, что у нас все будет окей. Так, шутки. Иди сюда. Замечен враг. Ага. Ух ты! Это... Это я, насколько понимаю, берсерк. Это ж ведь берсерк, правильно, ребят? А вот это не берсерк. Берсерк... Но берсерка нам похуй, на самом деле. Но касательно вот этого чела, да? Так, хорошо. Топи сюда. Я могу так... Так, хорошо. Ты у нас можешь стать здесь и тоже стрелять. Стрелять мы будем в этого чела. В принципе, неплохо. В принципе, очень даже неплохо. Он заряжает. Так, ты у нас, наверное, пойдешь... Станешь здесь. Ты же тоже сможешь стрелять, по идее. Давай отсюда. Вот, например, у этого. Вообще! Просто! Лучший! Просто... Вообще, настолько красавчик, что, блядь, это даже страшно. Ты просто машина смерти, блядь. Как я доволен, что ты... Что ты со мной, блядь. А не против меня. Так. Стоп, ребят, давайте потестим эту хуйню. Кстати, мне чисто интересно. Это за очки действия? Очки действия 2. Ага, все понял. Он за счет своих очков действия добавляет очки действия другим людям. Супер. Просто супер. Берс дал по педалям, собственно. В смысле, у тебя гранаты, блядь? Нихуя себе! Блядь, он читер. Он реально... Это хуйня какая-то полная. Что это за бред, блядь? Блядь, блядь, блядь. Блядь, блядь, блядь. Блядь, блядь, блядь. Субтитры создавал DimaTorzok 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 И остался у нас снайпер Шикарно 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Отлично Это собственно не может не радовать Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Шикарно 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 Просто Заебательски Настолько Что это даже что-то страшное Так Хорошо Топин вперед Вперед Шикарно Шикарно Спринтинг Ураган 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 это у нас вроде Насколько я помню Этот Как его Пулемет Так Собственно куда мне надо Я так понимаю я здесь всех убил И мне надо какой-то файл найти или что А вон куда мне надо Все-все-все понятно Релокейтинг Я здесь Задание Все Все Отлично Как вы видели ребята касательно вот берсерка да В плане того что вдруг все-таки он что-то может да То есть при какой-то определенной прокачке но честно говоря я сомневаюсь его качать то есть как-то через гранаты тупо да Обезопасив объект наши оперативники тщательно отобрали образцы хранящихся там вирусов хотя состояние образцов плачевно но предварительный анализ показывает вполне вероятно что мы имеем дело с какой-то формой пандора вируса мы немедленно приступим к более подробному анализу Субтитры создавал 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 Я думаю, что надо брать Вот этого парня С учетом того, что у него есть курок до упора Если брать вот этот пиохимик То С теорией с пулеметом он может творить чудеса Так, что ж Отправить отряд Интересно достаточно, ребят Что я могу сказать Сейчас важно нанять какого-то нового хорошего бойца Которого у меня нет Так что у меня будет, в принципе, такая неплохая пачка Из разных бойцов На данный момент у меня два техника Один этот как его Священник И еще Два, собственно, скрытных этих солдата Насчет того, кого брать след А дальше Как-то так Мне кажется, что священник по имбови В плане того, что у него все-таки есть контроль Я вообще до конца думал Может взять берсерка Но, ребят, берсерк Все-таки Берсерк проигрывает священнику Объективно говоря Потому что, ну Контроль решает В любом случае Все вопросы всегда У берсерка, в принципе, ни хера-то и нету Такого-то особенного Не знаю Возможно Имеет смысл Кого-то поменять Или взять какой-то Корабль получше Но пока у меня Его, собственно, нету В любом случае На будущее, в принципе, можно Так Собственно, мне говорят, что там враги Давайте мы это дело Наверное Разведаем, да Да, здесь есть враги И здесь есть враги У меня, скажу честно Реально классная позиция В плане того, что Я сверху Так, здесь Я сейчас как-то Постараюсь Рассредоточиться Для того, чтобы Просто-напросто Их всех пачкой не убили И для того, чтобы У меня был какой-то вижен Снайпер Снайпер Не знаю Снайпер Давайте Пока Ты Как вариант Ты можешь, в принципе, вообще Сюда полететь Да, здесь же тоже враги есть Нет, здесь врагов нету Враги есть здесь и здесь То есть, в принципе Ты можешь полететь сюда Не, на данный момент, ребят Основное Это какой-то максимальный вижен В плане того, чтобы понимать Где находится Вот эта Ихняя пачка Здесь, собственно У меня преимущество Я сверху Я не знаю Дает ли Эта игра Преимущество Когда ты сверху Но Я думаю, что Все-таки это лучше Чем Находиться снизу Так Ну здесь, в принципе Нет никакой возможности Кроме как пойти сюда Я думаю Так И снайпер Снайпер Куда отправить снайпера Ну снайпер пусть идет В эту сторону Все, конец года Сейчас они должны появиться Так Так, все понятно Вот первый Что это? А, это вот эта вот хуйня, да? Которая может захватывать Моих ребят Их аж две здесь Нихуя себе Нихуя себе Так Так, так, так Что вы? Можете стрелять же, правильно? Как они могут подняться Здесь, собственно Ага Могут подняться Они вот здесь Ты, значит Топи сюда И отсюда будешь Простреливать Ты как-то, наверное Ты же как-то тоже отсюда Можешь простреливать В принципе, вот эти вот Они Милишники То есть, по-хорошему Пока они дадут Я смогу их Всех просто Расстрелять Если, конечно, мои Будут попадать Тут это тоже Важная такая фишечка Так Снайпер Собственно Что Где лучше стать Снайперу Снайперу Лучше стать Где-то здесь И просто-напросто Полить вот так Вот Потому что Эти будут сейчас Подниматься по лестнице Насколько я понимаю Да И Мы, собственно Там их и подловим Что касательно Тебя Так Собственно Вот этот челик Может пролезть сюда И что И на этом все А наверх он не поднимется Ко мне У меня здесь Супер классная позиция Я бы так сказал Даже, да То есть Единственный вариант Для них Это идти Через лестницу Это мы В принципе Можем ставить Вот здесь И Полить Вот это Вот Надо Полить Лестницу Ты у нас Что? Стрелять Моу Умеешь? Умеешь В принципе Да Можно Стать и здесь И опять же Полить лестницу Вот Даже Даже Вот так Вот Все Она не может лазить Похоже Да А вот этот Может лазить Нет Они могут лазить Просто Шикарно И так Собственно Тут контроль разума Да Как мы видим И сейчас Собственно Ее надо Побыреку Слить Если вы Еще Сука Да Это Супер Имбовая Скажем так Не этого Вот эту Суку Да Это Просто Пиздец Бля Стоит Супер 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 Это просто пиздец, ребята. Так, еще остался. Ты у нас... Нихуя в любом случае не сделаешь. Но тебя надо перемещать куда-то сюда. И сейчас начнет... Сколько у тебя хп? 20! Лучший! Я просто лучший, ребят. Сейчас на следующий ход она умирает. И мой... Челик, собственно, получает очки. А плюс они еще... У них там серьезная такая дизмораль, да? Блять. Я не знаю, что это за херня. Собственно говоря. Ладно. А вместо стрелять, собственно, не можешь, да? Вот так вот, да, можно. У тебя там патроны, блять, вообще заканчиваются или нет, блять. Шанель открыт. Что у тебя? Ты можешь встать сюда? Спуститься. Спуститься. Правильно? И попасть, блять. Я ж думаю, ты попадешь, да? Голова. Так, ты у нас можешь встать сюда. И тоже раздать нихуево, да? Блять, что делать? Я даже, честно, до конца не понимаю. А этот захвачен. На этот нихуя не достанет. В теории, да? Что у тебя вообще? Так. Ты ж можешь сделать рывок, правильно? И кинуть туда вниз гранату нахер. Ну, это ж так работает, я думаю. Отлично. И теперь мы... Откуда у тебя столько, сука, патронов, блять? Откуда у тебя? Это немного сирен policies. 、 знаю, что-то будет б maken. А-а-а аккумулятор и прием encourages бесцен резервовар. Откуда сходи отчет? Стоп! У меня этого хода уже нет. Сложные враги. Эта хуйня супер бронированная. Отлично. Отлично. Остался один вот этот гурачок. Или не один он там. Не столь важно. Ладно, дружище, ты. Аптечка. Как туда пройти? В смысле он здесь стоял и просто палил? Да пиздец. Это просто пиздец, ребят. Что делать? Что делать? Что делать? Что делать? Как лучше поступить вообще в этой истории? Тут же граната есть. Блядь, куда я кинул? Вот он, сука! Пиздец. Это был мой реально фейл. Я думал, он в инвиз ушел. Я реально его просто здесь не видел. У меня, я не знаю, я тупанул. Ну, пиздец, просто тупанул. Выстрели ты не можешь, но ты можешь отбалить этого хуесоса. Вот этот, сука, самый проблемный. Ему еще и волю всю, блядь, высосали. Собственно, ты у нас, наверное, пойдешь лучше вот сюда. Ну, вот так вот кричит только вот эти вот 3-3 тонны, блядь, охуенно, ты стреляешь. Охуенно, ребят, вообще, это просто пиздец. Это просто ебаный пиздец, ну, серьезно. Сук. Боже, что за шоу уродов, блядь. У меня просто здесь сборище каких-то конченых. Я здесь. Давайте попробуем так. Вот здесь сучонок. Боже, какие вы конченые все. Все просто поголовно конченые. На что ты надеешься? Эта сука думает убежать. Эйминг. Отключена голова и туловище, и все на свете. Так, хорошо. То есть ты, если здесь станешь, и даже если здесь станешь, ты сможешь стрелять, правильно? Стави. Хоть так. Это уже радует. Так, это у нас что? Ты, если здесь станешь, ты тоже сможешь стрелять. Все такие метки, блядь, мне аж хуею, блядь. Как, ребят, вы не пугаете так? Нахуяешь? Начну думать, что, блядь, мы выиграть тут можем. Так, ладно. Давай, дружок, иди, заканчивай с этим. Беги сюда. Беги сюда. Пиздец. Все, все просто, блядь, инвалиды. Мне интересно, когда там вторая валь построится? Кучу говна набрали. Здесь, кстати, ребят, обратите внимание, здесь еще есть логово вот этих вот пидоров, да? Мы видим. Так, ладно. Где моя база, кстати? Где моя база? База. Мы получили множество сообщений о стаях птиц, летающих по всей стране, повторяющие спиральные траектории. Они продолжают свой танец, пока не умирают от усталости или истощения. К сожалению, нам не удалось найти образец для исследования, поэтому мы не можем определить, является ли это аномальное поведение результатом пандоровируса или чего-то иного. Полетели, полетели. Благодаря изоляционному комплексу вы можете захватывать пандоранов для исследований и анализа. Внимание, чтобы захватить пандоранов, вам нужно убедиться, что к концу боевого задания вы парализовали его и что на нашей базе доступен ячейник изоляционного комплекса. Чтобы открыть новые ячейки, вам нужно построить больше изоляторов. Хорошо. Хрисовичка, блядь. Страшная сетка. Невероятное существо представляет из себя живую ДНК-лабораторию, которая постоянно создает новые виды пандоранов. Создает яйце-образные структуры, которые образуются в пандоранских гнездах. После уничтожения всех стражей на сетах гнездах не представляет угрозы. Все остальные пандораны покидают его атакующие мутации не обнаружены. Оборонительные мутации. Страшная сетка может обнаружить вторжение и дать сигнал немедленному вылуплению всем яйцам в довольно большом радиусе. Противодействие уничтожить стражей на сетку как можно быстрее, прежде чем он дать сигнал массового вылупления. Урон по ним увеличим. Это неплохо. Что ж, ребят, на сегодня все. Спасибо за просмотр. Ставьте лайк, подписывайтесь. Всем пока. До завтра.